институт садоводства сибирь 80 лет так местник садовода участвовал в этом на конференции посвященной вот этой конференции вот он вот почему я вспомнил моего друга греблика главного я увеличил текст главного редактора он тоже причастен там этот институт хотя он сибири но представитель от журнала был был здорово садовод любитель сегодня является и главным и едва не единственный потребитель того что дается скорее всего к сожалению мне кажется не то она дает вот и вся эта набор агротехники вот что я сейчас критиковал опрыскивание ты которые совершенно не нужны которые не влияют на дерево с юга переехал на север он начинает замерзать хоть ты лопни дерево посадил поглубже корневая шея как она заглубленная когда она сгнила что угодно делают крест и ход вокруг ходи иконы на него повесь с утра до вечера молись подгони уже не эту пшик пшик а подгони уже цистерну ничего у тебя не получится и вот я специально почему уважаемый друг реплик колеса алексеевич видимо это текст вы готовили потому что только вы можете так вот твой единственный потому что я уже слава богу многих редакторов знаю многие локти кусает из-за меня вот вы единственный друг для тех россиян которые живут в европейской части страны сибирская флора это лес тайга но интересно браться обыватели до сих пор уверены что живут самый богатый лесами стране недавно наш президент бежал из-за разрушил эти иллюзии все несколько лет такого хозяина на месте русского леса будет тундра и хотя института садоводства уже 80 лет садоводство пустило глубокие корни известно крайне мало журнал вестник садовода тарается по мере сил изменит ситуацию пишет и о бахтарской жимолости да чудо жимолось смородина барнурской земляники сибирских абрикосов байкалова и особо быть там садоводи про и садоводской железы и хотя эти слова прозвучали на конференции полный тишина для старались ваш представитель уважаемый журналист в журналист уважаемый главный редактор будем будоражить общественное мнение вот три недели назад звонит в редакцию тот же железу это я он взволнован невиданным урожаемый абрикосов 13 год это был супер рожай и не вниманием к этому событий центральных телеканалов он обращался к ним с просьбой заснять показать чтобы удивить заинтересовать вдохновить массу садовода в россии убедить сознание умение труд и пользу позволяет добиться многих любых условиях никто на скрине откликнулся для них видимо это чудо районного масштаба их эфир заполнен вселенскими новостями и спален домороченных звезд научением тех кто брезгует жить на родине информация дешевая недвижимости за рубежом обидно но что с них взять ведь не слава хочет замечательный всех но признание это я чтобы опыт была стрема чтобы сады цели по всей стране обидно за него за нашу общую беду невнимание даже безразличия пульсом когда богат и сразу ночи так мэри мы с вами вдвоем александр алексеевич вот сказать что дурак думкой богатеет про меня действительно дурак думкой богатеет вот но сейчас кто-то захочет по счету или чаще случае когда меня мои новые я считаю уникальную вещь как под названием новая технология под названием сервисон наклонирование было похвалено и отменено с порога вот уважаемую ученую ярославцу вот и вот значит я сейчас уже сам устал и сейчас я не стану цитировать каждую строчку тем более большинство просто поверьте на слово что на деревьях каждая почка индивидуально каждая почка имеет свою генетическую особенность одна из них это а у них разная морозостойкость нахождение таких почек выделение таких почек позволяет не менять и не 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 лезть в это в днк не лезть даже в генотип не лезть нет а просто приближаться к верхнему пределу возможного потому что это все заложено там в генах там вот только вот это ну и я что написал селекционное клонирование будущее науки пока и ваши эти самые там никто и не это никто ухом не повел понятно вот я еще выше показал вам вот эти если ты считать где она там опять проскочил если ты считать достижением мне кажется не это самих остались вот видите вот он если сорянка да вот леса венка и еще на качество саженцев очень обижается были вот такое описание там еще отзывы это ужас какой-то я не понимает когда-то там руководителем был академик правда он уже на этом свете мне кажется это но я попытался понять ну или нужно туда отправили бы проректором по науке вот сергея железовым сына моего допустим заводил он допустим по это по ну по производству что то есть по тиражирование новых сортов да еще если все это взять с моего сада уже готовы то можно было бы сэкономить миллионы десятки даже сотни миллионов рублей начать то есть двадцать первого века двадцать первого года быстро добиться успеха хоть тут хоть и меряйте но я как представляю себе куда если вы даже взяли их никогда не возьмут вот что люди которые там работают за жалкую зарплату все это буду делать когда-то так это пролетел усинка но эти сорта злаковых делать колхозах а сейчас разбежались возражение такая вот получается 85 института вот даже попытался ансанруя сесть напомнить что в сибири есть все таки есть 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 за что зацепиться но как бы намекнул но ничего добиться не удалось так я пошел на кухню не надо горячую чаю поддеть того же мы говорим уже второй час ну и какая-то все-таки смутная надежда что эти наши люди железов сергей савинич елена все-таки потенциал огромный да еще с моим садом да еще жив сад моднора и плотинкова да пойду это мне все наболевшие пойду я мою себе горячего кипяточку как планировать и и и Спасибо. 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 Что там ему кто-то прямо мозг дошептывает. Делай то-то-то. Кто-нибудь из богатых. Так пусть бы нашептали, что есть там люди, которые могут совершить настоящую революцию. То, что он показал фотографии вот эти вот. Это как один из малюсеньких примеров. Вот таких вот, видите. ведь это такая реальность это не просто реальность это самая реальная реальность никакая не фантазия но почему не хватает миллиона для того чтобы рублей жалко этот шум новость для того чтобы сдвинуть с места все эту махину потому что потом 13 год я все каналы телевизионные обзваниваю туда послал письма пришлите пришлите я все скажу когда-то рассказывала давно так что наболел года три-четыре назад сианогорске будет проходить конференция и конференция слез журналистов под названием загадочная сибирь ну куда загадочный мышца и в этот момент это было осень и осень середина лета и в этот момент у меня это в 16-17 год у меня ломился сад так ломился и вдруг я запомнил все таких случаях значит к нам едут журналисты со всей россии вот председатель комиссии кирилл вот тут-то я его и выловлю у яму за возьму за горло кириллов кто не знает кириллова это же ас это журналистики это монстр это гигант это мамонт вот если его и чтобы он увидел вот сижу за объявлениями ага сбору наши гостиницы жду собирается люди подъезжают огромный автобус журналисты приходится садятся в автобус дождался важного момента мне в руках было 40 там чех 40 было я в руках было 40 дисков вот с этим уже были на которые не стали показывать москве на этом на международной конференции когда мне отключили микрофон отказались показать просто показать я спросил просто покажите я уйду если за свой счет приехал обидно и здесь я держу 40 этих дисков с таким вот фотографии вот захожу кто представитель комиссии она ведь я я забыл фамилию она тоже не такая известная но этих из телевизионных этих ведущих вот я я говорю вы знаете вы сейчас едете они ехали в этот самый модель загородный тогда было против конференция вручение призов и все вы знаете особый случай вот моя девятка стоит я беру четыре человека у каждой же все среди камерами я покажу то чего это сенсация мировая вы понимаете не то можно обращусь в зал ну то есть сидит автобус полный набит два ряда тут а там тут тоже два ряда вот набит полный зал я господа журналисты я вам принес сенсацию мирового который не может быть это сибирь вы понимаете у меня сад ломится от 100 граммовых абрикосов вот я сейчас вам вручаю всем поймут эти диски вручая соблюдительное письмо там мои данные если сегодня понятно у вас впереди это ну понимаете банкеты прочее вот я все понимаю но может быть сейчас со мной выйдет один-два максимум четыре человека сяду девятку а потом я вас буквально туда 30 минут обещая до дачи полчаса вожу вы делаете съемку так а потом я вас прямо в этот загородный отель ты привезу да все уйдет два часа вы же со всей страны вы понимаете что это сенсация которая бывает у журналистов я так разговаривался вот как бизаж меня этот уважаемый ансанисеевич вы сравнили с этим с андрониковым вот и так все это их по прошел по рядам всем вручил по диску и письмо всем вот всем 40 прямо так и получилось в этих и ей ведущий главный вот и она молчит как захотят ни один не встал не вышел я вышел помахал след автобусу и понял больше журналистики у нас нет москве последние кто садовод настоящий из журналистов это альсану сесть это вы до 144 вебинарах присутствует а до этого то сколько вы о москве встречались вы может забыли да я не мог это такое забыть что ко мне на семинаре сидел все эти дни сидел сам главный редактор полный автобус каких чертов ученые только те журналисты ведь привез бы спустя час вот так вот от беда до сих пор а ведь это был 13 год и вот именно тот самый год когда вы про меня ваш председатель рассказывал барнауле и так я на сана выступает как я слушают можете сами убедиться по моему никому даже сейчас никого и не надо не только журналистов даже ученым я только эту фотографию за мичурина да действительно осталось только основоположник тттт дань вежливости никто технология мичурина сегодня не владеет вот я про это не знаю а пройти f1 и f2 и f3 вот у меня сейчас туда сергея это синтеприя не забыл у меня в чек он правильно рассказал но там был нюанс технология абсолютно берда выверена грамотно вот но близкородственные связи но не бывает идеальных технологий а то что случилось в сизой и вот эти вот огромные плоды случились и вкуснейшие это от бога потому что удалось вернуть им их качество для этого нужно что нужен специальный подвой нужно специальную технологию нужно насыщение ментора по мичурина а потом наслоение ментора по железу и тогда случаются такие чудеса кто из ученых сегодня это знает вот и я на самом а миллион на цене руку протягивает дайте вас я никому обращаюсь мы с вами никогда бы не за миллионы не собрали мы 100 тысяч бы не собрали крестью другом когда я говорю слух вдруг такое чудо случится